приветствую вас леди и джентльмена другие подруги с вами мордит мы продолжаем крысить в империи то есть проходить дизонорд да именно так что нам собственно сделать то надо кстати я лорд пэндалтон подожди а ты кто такой а ты этот ты адмирал точно да нам надо к лорду пэндалтоном чё ты чё ты это слышишь жопа блин а как это а вот-вот-вот-вот-вот-вот понят 8 рунда вы вы сдурели что ни хрена себе ладно у меня столько нету все равно подожди пьеро ты где дружище да у конечно братишка ты об этом и говорю давай-ка мы у тебя что-нибудь купим у меня восемьсот пятьдесят три монеты сука ты такой вообще за жопистый отвечаю так дорого все у тебя давай вот этих болтов купим вот они самые нужные эти пули я не хочу лишний раз все это поднимать да как бы шум ну вот эти я куплю а там разберемся мне кажется это самое главное плевать на остатки вот это возьмем все все дружище будь здоров и пойдем к адмиралу пойдем ой блин к адмиралу говорю к пэндалтоном считаю что я забывать что нам вообще тут надо сделать он нам сюда надо подниматься да а хотя подожди пэндалтон ближе чем кажется где-то здесь нам к нему можно просто войти он не против или нет подожди не понял цели и так безумный гений найти лорда пэндалтона подожди теперь эмили ничто не угрожает она оказалась под опекой лоялистов у вас есть время на то чтобы устранить последних сторонников лорда регента я начинаю забывать что у нас было прошлый раз потому что друзья я не играл два дня вот он надо устранить вот этого товарища да собственно я не думаю что это будет весьма сложно почему я так думаю что вы все сделаем потому что мы сейчас поднимемся по вот этой цепи почти наверняка я думаю тут дело в этом перепрыгнем вот сюда я слышу тихо мне давай тут вот и отсюда мы уже собственно говоря сможем проникнуть к лорду наверх я не понял вроде как мы убили двух приспешников этих до засранцев и а тут лорд должен быть нормальный то есть их братец он младше из братьев как я понял те которые мы убили они были старшими обычно это как она в семье получается чаще всего младшие непутевые хотя бывает иначе а тут старшие непутевые ну по всякому бывает короче такая вот жопа думаю хорошая думаю замечательно калиста или эмили пошли так лорд пэндалтон где-то рядом а вот он Но его-то не убивать, по-моему, надо, да? Он же нормальный. Здорово, братишка. Корва, заговор лоялистов благодарит вас за труды. Не знаю, могу ли сказать то же самое, мои братья... Мы никогда не верили в то, что вы убили императрицу. Разумно и предположить, что за этим стоит глава тайной канцелярии, ныне лорд Регент. Могущественные союзники у него имеются. Мы потратили уйму денег, подвергали себя огромной опасности, чтобы вызволить вас из тюрьмы. Мы делали это, потому что верили. И, кстати, вас искал Хевлок. То есть, вот этот красавчик, который безумно похож на тех братьев, они, похоже, вообще близнецы, как я понял, все трое. И он, он, получается, из них младший. Интересно. Так они как, они на одно лицо. Они близнецы, вот в чем дело. Они ровесники, по сути, все. Но тех двоих я нагнул, потому что они были мерзавцами, самыми настоящими мерзавцами. И я об этом нисколько не жалею. А теперь нам надо идти к Адмиралу. К Адмиралу. Так. Адмирал, братишка. А мы же с этим лордом говорили. Ну да, это мы давно, я что-то забыл. Это же один из двух первых персонажей, которые мы повстречали у лористов, точно. Мартин уже придумал, что делать дальше. В дневнике Кэмпбелла есть заметка, что любовница лорда легенда позировала Соколову, художнику и королевскому лекарю. Соколов назовет нам ее имя. Соколов с половину времени проводит в квартире на мосту Колдуина, за рекой. Закавывка в том, чтобы отправляться туда надо сейчас, пока Соколов дома. Сэмюэль подойдет прямо к мосту. Тебе останется найти Соколова. Доставь его сюда целым и невривидимым, и мы можем решить, что делать дальше. Даже не верится, сколько всего ты уже сделал. Сбежал из Колриджа. Избавился от Верховного Смотрителя. Вернул Эммиен. Поверь старому вояке, я тобой горжусь. Ну вот и все. Хорошо, я понял. Нам надо теперь, короче, Соколова похитить. Интересно, а Соколов все-таки симпатизирует нынешней власти или не особо? Ну, какой-то он такой на лицо. Помните, мы вначале его видели, в самом начале, когда еще императрица выложила. А какой-то он такой противник и немножко был. Ну, посмотрим. Соколов на Калдвин. Мы будем спать позже. Да, поехали. Да, конечно, конечно, братишка. Сейчас поедем, все нормально. Вот так, деточка, да. Что скажешь, Корво? Мост Колдин. В городе вы давно, но жили в башне Донуэлла при покойной императрице. Может, раньше вы на мосту и не бывали? Придется поосторожничать. Видите свет на воде? Вон-вот. Они нас мигом засекут. Вырубите эти прожекторы, иначе я не смогу вас забрать. Ага, надо еще и прожекторы вырубить. Если хотите взять Соколова живым, имейте в виду, он умный. Может, поумнее Пьеро будет. С этой натура философии Соколов весь город на коротком поводке держит. Изобретения, зелья, все такое. По мне, штуки опасные. Ну, кто я такой, чтобы судить? Да, спасибо, братишка, я понял. Да, похоже, вот это будет... Я понял, понял. Хорошо, братишка. Это будет реально нелегко на этот раз, ребята. Отключить прожекторы, чтобы Санес мог довести лодку ближе. Угу. Ага, первым делом надо прожекторы отключить. Хорошо. Красиво, сука. Так, прям вот. Блин, вот это места, да? Я бы хотел, ну, только что при условии, что это... Это же река, да? Не знаю, вот. При условии, что это море, скажем. Вот это море, да? И вот в таком доме жить. Ну, не в таком большом, типа вот такого. Вот, тут море, короче. Достаточно высоко. Ну, чтоб волны даже, если высокие не сильно бились. И в таком доме живешь у моря, короче. Где-нибудь... Не знаю. В красивом месте. Где-нибудь в Крыму, например. Так вот. Запах морской. Солнышко, сука, светит. Интернет, чтобы там был оптический. Гигабитный. И летсплея пишешь. Открыл. Да, сука, тут у меня проспект. В общем, ладно, не будем о печальном. Жопа. Вот так оно и бывает. Коменантский час, значит. Но никому нельзя разгуливать по улицам, кроме стражи. Да, знаю, знаю. Если мы вдруг кого-нибудь заметим, что говорить-то? Напомнить про Коменантский час? Не надо ничего напоминать. Догоняешь. Доколочешь до полусмерти. И все. Ладно, понял. Не надо меня орать. Колотим до полусмерти. Хера себе вы, пацаны. Хм. Суперки и посетители к нашему городу. По ордеру региона. Курфью сейчас активен. Никакой панели не позволяет через Кальдвен. Пока курфью будет вверх. Суперки. Суперки, все граждане. Никакой панели не позволяет через Кальдвен. Время этого периода. Бля, тому двойная доза досталась. Эээ. Проститутки мелкие, сука. Вы знаете, кто я такой? Бля. Корба, ты можешь нормально забраться? Ты западал. Нет, не может. А где СМВ, бля? Он с мусса, сука. Жопоголики, сука. Пошли в жопу. Купайся, сука. Бля, я все потратил уже. Какой я молодец. От сосанта, детка. Хедшот, детка. Ю вас оунда. Сосанбу, понял? Вот так вот. Плавай, падла. Сука, стелс с самого начала не пошел. Хотя планировал со стелс как раз. Че ты? Кассина проклятая. Пошел отсюда. Типа я беспаленный. Ну, конечно, это вряд ли. Шесть дротиков, блин, потратил никуда, считай. А, спокойной ночи. Ладно, в жопу их. Раздражают они меня, сука. Че они на меня напали? Мне уже, сука, никого не жалко. Ага. Гражданам вход запрещен. Понял, хорошо. Прожектора на Дор-бридж. Жители и гости города. По указу Регина начинается комендантский час. До его окончания пешеходам запрещается переходить мост Колдуина. Хальт! Только рабочему персоналу. Насрать. Будем считать, что я рабочий персонал. Да, да, да. О, вот это мне нравится. Вот эта тивьянская руда, это сразу монеток будь здорово добавляет. Неплохо так. О, братишка. Здорово. Ух. Наши пацаны. Знают толк на гибе. Так. Хм. Ага. Электричество нету, да, что ли, получается? А, понял, понял, понял. Я понял, в чем дело. Смола гальвани. Ой, хорошо. Нам надо, короче, найти этот топливо, это местное, да, как оно называется. И ключ от Погауза. Хорошо? Погауз. Не вопрос. Не вопрос. Тут вроде все спокойно. Сейчас заберемся. А, вон оно, видите? Ну, вот туда надо проникнуть. Давай, 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 давай. Понял. Понял, хорошо. Судя по всему, в этом отделении нету больше никаких сотрудников. Никаких местных ребятишек. Нам не важно это. Чш-чш-чш-чш-чш-чш. Ага. Да, я понял, конечно. Подожди. А мысль какая? Как я это должен вниз вообще доставить? Интересно, а? Думаете, получится? Что-то у меня это, напряги какие-то немножко. Не, я, конечно, попробую, но... Ух ты, надо же. Я думаю, он взорваться может, если все-то пройдет. Какой я, сука, хитрый-то. Гений, блин. Кутагин едет в гости. Ребятки, встречайте. Такого вы еще никогда не видели. Вы долго будете этот день вспоминать? Или не будете? Кутагин едет в гости. Кутагин едет в гости. Кутагин едет в гости. Какая-то хитрый-то. О. Так. Отлично. Теперь надо прожектор вырубить нахрен, да? Я думаю, что именно так. Посмотрим, что у нас получится в этом плане. Даже не думай. Тут ничего нету. Да. Нормально. Ой. Крыски. Крыски помогают мне, конечно, с этим, ну, в плане следы заметать. В чем они меня реально радуют. Не знаю, правда, зачем тогда усыпляющие брал, если я их все равно убиваю. Ну, насрать на них. Итак. А, так это ж нифига не все еще, да? Получается, да. Блин, так интересно. Я не знаю, мне почему-то так нравится в Dizondas играть. Блин, такая игра классная. Я не ожидал, ребят, серьезно. Не, я был уверен, что если игру от студии, как бы, от издателя Bethesda, у них игры говном не бывает. Я не знаю, по-моему, ни одну, чтобы было говном. Ну, и нет, там, как бы, были не самые удачные, но говном не были никогда. Поэтому я тут подумал вдруг, почему бы и не попробовать, наверняка неплохо будет. Но она оказалась даже лучше, чем я думал. Она, сука, для меня сделана. Открытить можно. Да. Сука. Собака. Зря вы меня провоцируете, офицер. И не нужно беспокоиться. Я свои выгоды не упущу. Умный человек прорвется даже во время чумы. Известное дело. Вон Соколов живет. Преотлично. Все время какие-то диковины... Диковины то приносят к нему, то уносят. Да, диковины вы называете препараты. Вонючие. Что ведьмин зад, королевский лекарь, не пропадет. Пока не пройдет чума. Действительно, именно так. Я полагаю, собаки до лампочки на меня. Она не должна меня... Это собака вообще? Это больше на крысу похоже огромную. Я зажгу волосы на их лицах. Я зубами вырву когти у них на ногах. Попробую накус их глаза. Как пробую икру рыб. Я зажгу волосы на их лицах. Это что за сумасшедшие, сука? Ну тут все сумасшедшие. Тут как бы нормальных практически нету. В чем дело я? А, крыски? Маленький, сука, такой хатшот получился. У меня это устраивает. Такое главное. А? А что? Никаких, а? Все очень сочно. Все как заказывали. Так. Еще немного монет. Ох ты, сука. А похлый, что ли, волкодав? Что за звук слышали? А, это, наверное, мой достал этот. Угу. Вот оно как, значит, да? Кажется, нагнуло. Прикольно. Больше тут ничего интересного нету. Прожекторы на дропридж. Хорошо. Значит, нам туда, дальше. Понял. Ты с офицером техслужбы встречался? Да, он тут ходил уже. Заставил всех потрогать зарядник. Ага. Понял. Понял. Ставки. Начало ставки. Начальная ставка. Пять монет. Джек Килти. Угу. Короче, тут какие-то азартные игры проводились, я смотрю. Сука, тут вот эти, разрядные столбы, как я понял. Монтажный инструмент. Короче, эти столбы атакуют тех, кто... Мы видели арк-пайлоны. Они еще есть. Отлично. Да, пайлоны еще есть. Если мы хотим идти и убивать себя. Смотри. Мы будем бросить Алеку? Или нет. В конце концов. Конечно. Он единственный, кто может рассказать нам о пырлах. Позвольте их разрушить в целом. Он будет более осторожным. В следующем году. Короче, только тот, кто специальному устройству притрагивался, эти столбы того не испепеляют. То есть, мне подходить вообще не вариант. Мне надо найти какое-то устройство, с помощью которого я смог сделать так, что меня столбы не будут трогать. Блин, новая жопа подобралась для нас. Новая задача, непростая. Надо как-то сделать так, чтобы столбы меня не трогали. Да ничего, я не покажусь. Пошел ты в жопу. Какой-то, говорит, забулдыга нарушает комендантский час. Дураки, что ли? А, они с кем-то дерутся, сука, там. А, тут кто-то поднял стрельбу, сука. Похоже, их нагнуло, кстати. Ага, и дверка открылась. Вот оно что. Вот оно что. Да. А мы этим сейчас воспользуемся. Правильно, друзья? Правильно. Эти ребята хотели пройти через столбы, им надо было куда-то дальше. И где-то жемчуг какой-то запрятан, они про это говорили. У них где-то тут нычка воровская. Но один ушел, а одного нагнуло, он решил вперед поспешить. Это было его ошибкой, ему не стоило так делать. Совсем не стоило. Ну-кась. Ой, хорошо. Тут зелье, которое надо продать на мосту Колдуина. Как разберетесь, дуйте на винокурню. Я отчитаю вашу долю и новую партию товара. А если лоханетесь и вас сцапают, бросайте Алексея помеком в реку, чтобы Соколов до него не добрался. Не хватало еще, чтобы он пронюхал. Чем мы тут промышляем? Сами тоже прыгайте в реку. Слэкл Джофф. Сопроводительная записка Слэкл Джоффа. Хорошо, понял. Понял, понял, понял. Неплохо. Неплохо. Да, конечно же, Соколов будет весьма не рад, когда узнает, что бандиты составили ему конкуренцию и барыжат левым зельем. Размешанным, разбодяженным, короче, вот так вот. Соколову это явно не понравится. Сука. Главное, чтобы не услышали. Мне где-то надо как-то пройти этот мост вот туда, да, дальше. Да, я вот здесь могу пройти. Здесь вроде раздрядных столбов не видно прямо передо мной. Эх, бля. У тебя рыбы еще хищные рядом. Вот, сука, уже атакуют меня, падлы. Сдается в аренду? Интересно, что тут в аренду сдается, я не понял. Тут ничего нету. Тихо, братишки, спокойно. Блин, надо все-таки это изучить, эти руны. Ух, сука, я две руны пропустил. Жопа, ладно. Надо изучить руны, которые крыс вызывают. Ну, или еще что-нибудь полезное. Живучесть я изучил. Неплохо бы теперь это изучить. Было бы здорово. Что там такое? А, вот он ты, падла. Че? Бля, меня это пугает, этот звук нехороший. Пойду, короче, руны заберу, да? Тут я запрыгнуть не могу, надо подумать. Хм, это тот же дом, где был этот аристократ, который со стражником говорил. А, нужен ключ Пратчетта, а у меня нет никакого ключа. Сука, надо было убить его, когда он выходил, наверное, да? Слышите, он там что-то там свистит. Хм, тут никого нету. Где-то прикуривает. Он говорит, кто здесь? Ну-ка, а если я побью, он спустится? Что это было? Выходи сейчас же, или я вызову стражу. Отлично, отлично, дружище. Давай еще. Давай, 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 давай. Давай, давай, иди сюда. А, у меня усыпляющих гротиков нету. Не знаю, стоит его убивать или нет этого чувачка. Что-то он не идет. Вот же, блин, хитрожопый подлец. Там у тебя две руны, слышь? Отдай руны, я отстану. Блин, надо было сразу его, наверное, замочить. Я что-то не подумал об этом, да? А, а если сюда попробовать? О-о-о! Да я, кажется, знаю, как можно забраться туда наверх. В всяком случае, попробовать это сделать. Почему бы и нет? Забраться в этот дом можно, по идее, отсюда. Наверняка здесь какие-то есть лазейки, через которые можно проскочить. Почти наверняка. О-о-о! А-а-а! Нормально! Вот я и внутри. Дыхавчик есть. Так, сейчас надо главное... Давай дом обчистим вообще нафиг. О-о-о! Она этажом выше. Если нам встретится этот местный аристократ, что с ним делать? Убивать или нет, как вы думаете? Как получится. Я предпочел бы, конечно, просто усыпить его. Нафиг он мне нужен, собственно говоря. Кот, сука, а? Вот и все. И без насилия все пошлось. Требуется код. Какой нафиг код, сука? Где я тебе его возьму? Слышь, ты, у тебя есть код? Во! У тебя ключ есть. Ага. Помню, что истина скрыта в картинах. Ага, в картинах. Путь к исти начинается на людных улицах. Иди, пока не увидишь китобойное судно на якоре. Когда будешь на месте, найди бойню. Истина откроется тебе. Китобойное судно, якорь, бойня. В картинах. А что в картинах? Тут какие-то цифры есть в картинах или нет? Я не понял. Что за нагиб, сука? Что за вот эти вот непонятные всякие штучки? Несправедливо так нельзя. Не мог просто записку оставить нормальную? Вот, сука. Не смывает за собой. Так. Непонятно какой пароль. Иди, говорит, картины показывают. Тивия. Может быть, сколько там букв? Тут всего три, да? То есть, это не получится по-любому. А может, слушай, у меня ключ есть. Может, откроется? А, хер раз два. Ничего не откроется. Тивия. Да. Создал ты мне работенку лишнюю, аристократ. Нафиг, как я вообще приходил. Лучше пойду вот эту руну возьму, да? Ой. Сука, я думал, сейчас разобьешься. Этот, короче, стоит и беднякам кричит, что вы там такие, вы всякие, вы уроды. Вот. Нельзя такие вещи говорить людям. Ты ничего не улучши их. 19 число месяца семени. Что же мне делать? Она ушла и забрала вещи. Вернулась к родным. Будто это поможет. Чума забирает всех нас. 3 число месяца сетей. Я наделся на китобойное судно. Уеду отсюда. Подыщу себе местечко где-нибудь в Тивии, на севере. Там такие холодные зимы, что крысы не выживают. Вот и чумы нет. 28 число месяца сетей. В последний день месяца фортуна мне улыбнулась. Я кое-что нашел. Блестящая и очень старая вещь. Похожая на китовую кость. А она, как известно, приносит удачу. Ага, понятно. Он немножко с ума сошел. Труп. И убил кого-то. Смотри-ка, какие нехорошие дела тут творятся. Этот сейчас упадет. О, а этот не исчез, надо же. Ха-ха. Да. Так. Ладно, бывает. Не страшно вам. Во. Рейки меняют русы медленно, долгие годы. Но рано или поздно все мосты рушатся. Тысячу лет назад на этом месте стоял другой город. Жители резали руны на китовой кости и отмечали их моим знаком. Дети до сих пор находятся в их речном или. Антон Соколов досконально изучил мои руны. Но он обычный человек, в отличие от тебя. Он не был избран. На нем нет моего знака, поэтому он не откроет секреты рун. Соколов считает, что сможет вызвать меня специальными словами и ритуалами. Он ищет в древних храмах Пенпандусии, в разрушенных катакомблах из затопленного квартала. Проводит мерзкие обряды под старым аббатством. Но если он действительно жаждет встречи, для начала ему придется стать чуть менее занудным. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Третья тетрадь дневника. 18 число месяца дождя. Пришел кузен, но мы подрались из-за нее. Когда я вошел в комнату, он вертел ее в руках. Я вспылил, и мы подрались. Теперь мне стыдно. Это, судя по всему, его кузен был, да, труп или нет? 26 число месяца дождя. Он все еще сидит в углу, за свечами. Он же вор. Ну да, сука, он обупил, короче, сидит, понятно. 2 числа месяца ветра. Как он пронюхал, что она у меня? Пришел якобы в гости. Грязная уловка. Вдруг он кому-то проболтался. 7 число месяца ветра. Коридоры перекрыты. Теперь никто не войдет. 11 число месяца ветра. Стража увела моих соседей. У кого-то в доме нашилась крысиная чума. Все ушли. Она обещает защитить меня. Каждую ночь обещает. Все понятно, чувак? Ты абсолютно спятил, сука. И... А, это что? О, вторая тетрадь. 6 число месяца дождя. Я жду кузена Эмилия. Он принесет птицу, и мы ее зажарим. Надо узнать, открыты ли какие-нибудь лавки. Ну, понятно, короче. Это он этого кузена, короче, завалил. Кузен пришел. Похоже, да? Увидел эту руну или что там, короче. Подержал в руках. Этот на него набросился, убил. И все. И нагиб. Да? Сука, правильно я сказал. И нагиб. Да блин, ну! Сука, глупо получилось. У меня всегда глупо получается. Да, ледка. Я это сделал. На этот раз все по-другому будет. В всяком случае, я на это рассчитываю. Так. Я смогу как-то вообще пройти так, чтобы... Ммм. Как надо туда, сука? Чтобы не попасться на это говно. Да! Я успешен. А-а-а! Ты смотри-ка! Это ж по идее можно вот так, да? Надо попробовать. Ни фига вас там, ребята! А ну-ка! А нет, отсюда не получится, да? Не получится. Тихо-тихо. Так. Уже лучше, сука, да? Ммм. То есть, теоретически, вот там-то можно пройти. Это отлично. Если я вот там пройду, то, значит, меня вряд ли смогут заметить. Соответственно, вряд ли мне этот столб тоже, наверное, оттуда не достает. Он вряд ли меня там заметит и убьет. Сука. Ну, попробуем. Да! Ну, все нормально. Я думал, ошибусь. Нифига подобного. Я крут. Подожди. А, ну да. Присесть забыл. Опаньки. Опа. Ну, попробуем. Двигаемся тихо-тихо. Очень тихо. Так. Как избежать палево? Вот чем вопрос. Потому что тут их много. Да, сука, там же еще один стоит. А этот хрен обойдешь так просто, да? Или можно? Да, конечно, можно. Конечно, можно. Почти наверняка можно. Опа. И все? Говорит, проклятые крысы. Это разве крысы? Вот она, сука, главная крыса движется. Бля. Мне так просто не получится этого завалить. Хм. Ах ты, сука. Палево пошло. Даже не думайте об этом, суки. Так. Хэдшот тебе за это? О, сука, сколько вас тут, а? Давай, падла. Ах ты, сука. В жопу. Ха-ха-ха, да. Вот так вот. Да задолбали они, потому что, сука. Я просто не ожидал, что они отсюда побегут. Я думал, короче, как планировал. Я кидаю эту бочку, она взрывается, этих двоих нагибает, которые здесь были. Я, соответственно, сюда убегаю, где-то тут шкеричный. Я думаю, они оттуда все побегут. Сверху. Они отсюда побежали. Тут, видать, вторая комната где-то. Короче, ну, неправильно спланировал я ситуацию. Надо было... Во! До меня дошло. Надо чаще использовать это, зрение сквозь стены. Но она, правда, жрет много маны. Она, вообще-то, у меня полная. У меня маны-то сколько? У меня дохрена маны. Что я буду теперь использовать? Все. Я, сука, прозрел. Не, а вот сюда я не хочу идти. Бля. А, срабатывает, бля. Ага. А, все. Я сделал так, что он теперь будет по ним бить, а не по мне. Я его запрограммировал правильно. Я молодец. Я, сука, гений. У меня не так просто, бля, разобраться, как они думают. Я могу только умереть, если с высоты падаю. У меня обычно так получается. Они меня, как правило, не нагибают. Мне, как бы, кишка танка для этого. Так. Я думаю, можно немножко посмелее двигаться, да? Все равно, никаких серьезных опасностей для нас не видно. Пипец. Это ж какая высота? Это куда я забрался? Пули. Пули у меня есть. Прожекторы. Так это, блин, только, понимаете, это только прожекторы. Это еще мы не ходили. Короче, сегодня серия долго будет. Как обычно. В этой игре вообще коротких серий не будет, я уже уверен. Я уже понимаю, что тут все серии очень долгие будут. Просто игра такая. Нагибная очень. Это понятно. Та ровно я знаю. Ладно. Встает вопрос, как вот туда попасть, да? Понятно только то, что это весьма нелегко. А вот как именно? Не ясно совершенно. Подожди. Вот он мост. Да? Вот он мост. Как на него забраться? Или мы забирались уже? Что-то я не могу понять. Ну, сейчас будем разбираться. Сука, блески высер. Да что такая несправедливость? Мог же, сука, допрыгнуть? Че аж ты не допрыгнул, падла? Че-то, сука, я не пойму, я как оно. Может, еще выше, да? А, тут еще как-то выше можно забраться. А как? А. Здесь, правильно? Во! Вот, наверное. Че-то происходит, слышите? Во! Ну, а дальше что? По вот этим штукам, что ли, ползти? Вряд ли. Хм. Пока что-то не могу я допереть. Что делать? Как туда проникнуть-то? Ладно, сейчас разберемся. Вот я нажал, да? Может, вот эти штуки цеплятся? Но у меня сомнение, что они как бы для этого вообще. Не туда, не сюда, сука. Бамбуч, а, блин? Использовать. Ну-ка, сейчас снова. Ага. А, подожди. Тут же какая-то лестница, сука, есть. Какая-то лестница. Может, дело в лестнице? Может, я смогу за нее зацепиться? Да нехер, как я до нее зацеплюсь за эту лестницу? Вы что, шутите, что ли? А? Нет. Бля, загадочная хрень. А, подожди. А если я смогу опустить эту хрень, да? Ниже. То я же теоретически могу отсюда запрыгнуть. Правильно получается? Получается как-то так, да. Ну или вроде того. Ага. А, вон оно в чем дело, сука. Я все понял. Я, как всегда, молодец. Я догадался, сука. Конечно. Сейчас мы все сделаем, ребятки. Это же просто элементарно. О, сука. Подожди, а этот столб наш? Этот наш, он запрограммирован, я помню. А тот нет. Ага. Видимо, что тут... Не, нихера подобного. Короче, знаете как? Я понял. Я понял как. Я понял, понял. У меня давно такая догадка была. Ну как давно? Именно минуту назад я об этом стал думать. Даже меньше. Когда вниз уже бежал. Есть у меня гениальная мысль на этот счет. Вообще гениальнейшая просто. Если успею. По идее, должен успеть. Наверное, в этом вся задумка. Чтобы и под столб не попасть, и самому все сделать. Короче, нагиб какой идет. Нажали? Тут же, сука, бежим вниз. Бежим, бежим, бля. Пока не поздно. Давай, 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 давай. Давай, сука, забирайся. Да. Видели, да, какой умный, сука? Какой гений-то, а? Короче, пока мост поднимался, я успел как бы, ну, на него прыгнуть. И получается, сейчас никакого столба передо мной нет. Он внизу остался. То есть, я вот так охранную систему обошел. Я поступил гениально просто. Сука, жопа. Да, конечно, все хорошо. Я об этом и говорил, ребят. Все просто отлично. Все великолепно. Итак, прожекторы на... А, так они выше, сука. Я не допрыгнул. Пиздец, я лоханулся. А, не, во-во-во-во, тут можно пройти. Понты остались. Понты, ребята. Мы почти добрались уже до них. Ну, почти. А это че? Подожди. Угу. Это же недостаточно высоко, правильно? По идее, да, недостаточно высоко. Мне так кажется. А нам это и не нужно. Наверное, где-то так вот, да? Как-то так. Что-то они кричат, а я их не вижу. Где они могут быть, а, уроды? Что-то они могут быть, а, уроды? Тихо. Все, дом Соколова. Отлично. Ребята, я все сделал, получается. Ну как? В смысле, я обезвредил эти штуки. Теперь нам надо проникнуть к Соколову. Я думаю, что самым разумным будет по вот этим штукам пойти, да? По вот этим... Опорным, вот этим штукам. Ой, бля. Давай-давай-давай, Рокутагин, двигайся. Бля, не та кнопка! Сука, я не зажал! Падла! Гандон, бля! Сука! Давай, живее, упырь несчастный. Иначе мне, кстати, это нужно. Мне вот это будет поприкольнее сейчас, да? Да. Я не ту кнопку нажал, надо было не душить его, надо было... Давай-давай-давай. Нафиг мне это зрение, я не то нажал опять. Сука, я все время не то нажимаю, это моя фирменная фишка. Как-то глупо, интересно получилось. Ну ладно, опять не то. Ну ладно, главное, что работает. Все. Все. Это хорошо. Это не нужно мне все, да? Все. Мы покидаем эти замечательные места. Все. Главное, что я этот... Разыскивается. Разыскивается. Это, судя по всему, я разыскиваюсь, да? Или нет? Во! Разыскивается Корво Аттану. Вот это я, короче. Вот так наш герой выглядит. Нас разыскивает. Убил, типа, императрицу. Сука, гады, а? Вот это подстава, конечно. Уроды, блин. Ага. Дом Соколова. Ну попробуем. Держись, мой сладкий. Так, Соколова нам надо похитить. Именно похитить. Это немаловажно. Так, по рунам. По рунам мы можем что-то развить, правильно? Нужно три. Есть четыре. Что, давайте жадную стаю вот эту крысы разовьем. Пусть будут. Мне кажется, это прикольно. А потом нужно четыре, а у меня одна. Еще больше крыш, которые набрасываются и разбегаются спустя короткое время. Крысы быстро уничтожают трупы, которые атакуют живых людей и прожирают трупы. Крысы быстро разбегаются. Стратегические советы. Жадная стая атакует всех людей на своем пути. Эта атака может уничтожить одного-двух противников, но против большой группы врагов стая почти бессильна. Жадная стая помогает быстро избавиться от трупов. Обладая умением вселения, можно призывать стаю, чтобы вселиться в одну из крыс. На уровне 2 призывается больше крыс. Они наносят увеличенный урон и быстрее пожирают трупы. Вот крыс надо обязательно применять. Но сейчас нам это, наверное, бесполезно. Я не знаю, тут охрана есть вообще в доме или нет. Подожди, так это не дом Соколова? А куда я пришел, сука? Это не дом Соколова? Подожди-то, я думал, это дом Соколова. Ладно, ничего страшного. Будем, короче, крыс использовать, ребят. Это будет правильно. Наши собратья нам помогут. Почему бы и нет? А, здесь нельзя призывать за жадную стаю. Хорошо. А вот тут можно? Ага. Мне просто интересно, чем все закончится. Что прикольно, они меня не видят. То есть они не знают, что это, как я понимаю. А, ну они не такие уж опасные. Сожрут, нет? О, можно еще. Нормально. Да. Сука, нет. Давай еще, родок. А-а-а-а. А-а-а-а-а. Да, сука. Сука, человек факел. Прикольно. Не-не, ну неплохая штука. Блин, маны тратит просто пипец, конечно, много все это. Короче, это в некоторых ситуациях, как отвлечение, еще какие-то моменты. Ну классно, классно, можно применять. А потом и большие стаицы научимся призывать, и это будет вообще здорово. Сейчас эти крысы расползутся, да, или нет? Да, вон они уходят. Нет, ты смотри-ка, они путешествуют, что-то делают. Или разбегаются, или нет. Непонятно. Вроде и нет. Ладно, плевать на них. Вроде куда-то убежали. Да, они потихоньку разбредаются, но трупы они могут уничтожить вполне. Ну в целом хорошая штука. Мы так немножко попробовали, поиздевались над местными ребятишками. И это хорошо, это меня радует. Тут есть амулет какой-то. Ладно, в жопу его пусть будет амулет. Это не столь важно для нас. Нас сейчас более другие интересные вещи полнуют. Во-первых, чем бы тут поживиться. Поживиться надо, потому что я не собираюсь к пьеро идти с пустыми руками. Нафиг нужно, правильно? Что вот это такое? Что это за место? Понятно, просто проход. Тут ничего не будет суперского. Тихо, 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 тихо. Не шалить. Так. Это мы схаваем. Короче, получается, мы что, всю охрану что-то перебили? Вроде как так. Блин, а сюда как попасть? Все закрыто, перекрыто. Угу. Ага. Кажется, я понимаю. Где-то должен быть рычаг управления. Надо те активировать, наоборот. А этот отключить. Так, ну мы можем свободно ходить. Чего мы прячемся особо, да? По-моему, прятаться просто не от кого. Здесь ничего не нажимается. Прятаться не от кого, потому что мы все замочили. Чума. Держитесь подальше. Хорошо, понял. Понял, понял, понял. Где-то здесь должен быть какой-то переключатель, рычаг, который все немножко изменит. Это хорошо, это мне нравится. Вопрос только, где он? Переключатель. Или можно как-то по-другому пройти, а? Нет, по-другому здесь не получится. Мусорный бак. Во, есть чем поживиться. Сюда не пройдешь заперто. Ну, как бы это вообще не открывается. Она заварена, эта дверь. Каким-то образом все равно надо попасть вот сюда, внутрь. Подожди. А что это за кабель? Куда он ведет? Ага, кабель ведет как минимум на второй этаж. Надо туда идти. Давай по кабелю пойдем. Кабель наверняка приведет нас куда надо. Вот оно. Вот она какая-то комната управления. Говно вопрос. Все было легко. Даже легче, чем вы думали. Так. Опаньки. О, нифига, слышь, нормально, весело. А я что-то сделал, что ли? Не понял. Ладно. Может, я это не так сделал? Как монтажных инструментов. А что я его потратил? Ладно, будем считать, что это никому не помешает. В любом случае, главное, чтобы мне не помешало. А на остальных-то насрать. Итак. Господин Соколов. Настало ваше время? Да. Че? Че за музыка такая нехорошая? Болтов у меня не осталось. Вообще не осталось. Будем крысами пользоваться, раз нету болтов. В всяком случае, может, они хоть как-то нам помогут? У меня есть болты зажигательные, но это же палево вообще страшное. Хотя, сука, у меня как всегда все палево закончится. Вы не знаете, что ли? Оно всегда так происходит. У нас по-другому-то не бывает. Наверняка сюда. Или нет? А если упасть в воду и проплыть? А, плыть-то некуда. Дом Соколова. 57 метров. Дом Соколова уже недалеко. Не, по идее, я могу через воду, конечно. Могу проплыть этот путь. Такого... Да, сука, ладно. Забыли, все. Не надо плыть. Надо идти. Вот падлы. Ты смотри, сколько их, а. Теперь слушай. Как и почему не нашего модера? А, да ты говорил, побить и так далее. Это мы слышали все. Туда идите, сука. Нет, не идут. Мочите, мочите его, пожалуйста. Завольте. Есть, красава. Во, молодцы, сука. Не, вот таких одиноких они мочат, этих всех мечников. Это хорошо. Отлично. Так. Там, полагаю, люди, короче, да? А, они как за решеткой находятся. Надо бы людей освободить, кстати. Это нехорошо так делать, суки. Падлы несчастные. Это я сейчас исправлю. Нельзя так с людьми поступать. Здравствуйте. С вами все в порядке? Я тебя где-то видел, кстати. Нет? Что-то они молчат. Что-то они молчат. Не знаю, что-то всем все равно. Ладно, в жопу у вас всех. Помочь все равно, по-моему, не могут ничем. Пошли в сраку, значит, правильно? Правильно. Ну, скалово дальше. Кабель уходит направо. Значит, кабель где-то там. Теперь вопрос. Как попасть туда, где кабель? По-любому где-то надо его отключать. А может и не надо отключать. Может, как-то можно по-другому проникнуть. Кто знает. Путей-то может много быть. Мы же... Не надо прямолинейно думать. Надо думать альтернативно, сука. По жизни вообще надо альтернативно думать. Находить другие пути, выходы, возможности. Может, за краючек можно зацепиться. Но это вряд ли, конечно. Перемещение запрещено. Ага. Ага. Вон оно в чем дело. Хорошо. Но я, кстати, альтернативно-то и не подумал на самом деле. Если бы я думал по-настоящему альтернативно, я бы сразу смекнул. Правильно? Правильно. Нет. Это не альтернативно. Не работает такая фигня. Значит, мне надо как-то забраться выше. Выше, по идее. Мне так кажется. Я могу, конечно, ошибаться. И оттуда телепортироваться. Это как вариант. А почему нет? А почему нет? Ну, как бы. Никто же не запрещал, да? А хотя подожди. Хм. Телепортироваться, говорить? Нет. Может быть, в городе больше? Никто не спрашивайся. Что происходит там? Не. Плохая идея была. А смотрите-ка, что у нас здесь есть, а? Блин, жопа. Но я же знаю, что это можно использовать. Ай. Сука. Бля. Да не, ну неспроста это все, сука. Знаю я. Не знаю. Почему-то я уверен. А, подожди. Ну-ка. Раз. Нет. А почему же ты, как же так, сука? Да! Ну. Так. Вот он, сука, вариант. Так. Это костяной амулет. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас там за амулеты. Амулеты. Чумной дар. Урон нанесет плакальщикам, восстанавливает немного маны. Быстрая тень. В режиме вы выдвигаетесь чуть быстрее. Хорошо. Вот это я согласен. При переноске трупов вы выдвигаетесь быстрее. Неважно. Вот это намного круче. Получено увеличивает количество адреналина. Ага. Все, отлично. Все, отлично. Сейчас посмотрим. Так. Нигдобругает это все. Да, нигдобру, сука. Я вас нагну, падлы. А, так это то же самое. Это то же самое, сука. Чего я тогда не сохранился? Чего за глупость-то была, а? Как всегда, блин. Все пошло не так, называется. Ну, а пока они там занимаются. Ну, а пока они там занимаются. Нигдобру. Нормально. На этот раз я все хорошо продумал, сука. Ну, почти. Все. Со самбо, деточка, да? Второй раз такое говно не прокатят. Нифига подобного, как говорится. Так. Вот это интересно. Вот это очень интересно, я бы даже сказал. То есть, на этих руинах мы можем дальше вверх двигаться. Подожди. Открыть? Чего? Блин, а я не знаю кода. Прикольно, блин, посреди этого. Картина стоит, ее можно открыть посреди города, посреди руин. Это интересно, конечно. Весьма интересно. Может, где-то подсказка внутри есть, а? Как вы думаете? Нифига тут нету. На другом этаже, может, где-то? Давай-ка посмотрим, что вот тут у нас. И что-то интересно стало, блин. Картина ни с того ни с сего. А тут что? Подожди. А этот сейф открывается? Хутляр драгоценностей. Ага. Сто монет. Ну, неплохо. Во всяком случае, это уже того стоит, как бы, чтобы этим заняться. Сука, как же открыть эту картину, а? Что-то мне так захотелось картину открыть. Ну, не знаю, получится, нет? Это же не так просто, как кажется, на первый взгляд. Так. Вот мы еще ближе к нашим, к ответам на загадки. Многие загадки, которые перед нами встают. Итак. Собственно говоря, похоже мы на верном пути. Нам уже недолго осталось. Стену мы это, получается, обошли. Вон она снизу. Хорошо. И дом Соколова. А вот он, дом Соколова. Так это в доме Соколова находится еще одна руна. Хорошо. Да ты что, сука? Ты так не делай. Пугаешь меня, падла. Где-то здесь охранники были, помните? Блин, а мне даже нечем... Будем крыс использовать. Отличное оружие, кстати. Когда есть мана, но нет оружия, там дротики кончились всякие. Бесшумное такое, да, более-менее. Отличный вариант. Сигнальный колокол активировать. Не надо ничего активировать. Найти дом Соколова и пробраться внутрь. Это мы сделали, да? Это лифт, как я понял. Лифт Соколова. Хорошо. Мы сможем это использовать, возможно. А может и не стоит, но может и не придется ничего использовать. О, так охрана-то у него хорошая, я смотрю. Прилично охрана-то, так смотри-ка. Хера себе. Если ты так скажешь. Вы тоже. Престаньте чатить и путешествовать. Как же этих всех мудаков обойти? Вот эту девушку мы просто... Спи, моя хорошая. Я не буду тебя трогать. Ты даже не переживай. И крысам ты тоже не достанешься. Ну зачем девушку? Вот так вот. Так, другой вопрос. Рот закрой, сука. Не надо на крыс гнать. Крысы хорошие. Спи, моя хорошая. Спи, моя замечательная. О, бля. Так. Крыс не будем вызывать, наверное, да? Как бы зачем? Перебудем. Вопрос в том, где он? Как он далеко? Не заметили ли он меня сейчас? Другой он сюда сейчас зайдет. Я не зашел. Тебе же хуже. Че там за свистун? Сейчас засвистишься. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это нормально ты там говоришь. Да-да-да-ди-да. Все правильно, дружище. Красавчик. Так. А что тут надо сделать? Надо же как-то вот эту херню пройти. Правильно? Правильно. Я понял, понял, понял. Не надо бесноваться, сука. А правда, что с начала чумы нечистивцы конфискуют еще больше амулетов? И тут, короче... А, вот оно. У вас нет монтажных инструментов. Блин, жопа. А что, без монтажных инструментов вообще никак, да? Не вариант. Блин, монтажный инструмент надо искать. А я один уже... Хренеть, сука. Бля. Ой, хорошо они на меня напали. Молодцы. Туда, на него. Сука, их много. Воюйте, сука. Бойцы мои, вперед, мои воины. Меня не трогать, сука. Я свой, бля. Бля, мана кончилась. Членосос, сука. На хер тебе в жопу? Вот так вот лежать, падлы. Я здесь нагибаю. Это мое место. Ля, пипец, интересно. А там снизу, че они? Тебе спалили тему? То, что бой не идет. Да, похоже, я больше часть перебил. Их не так много осталось. Или вообще не осталось. Проклятье, тут, говорит, мертвяк. Конечно, сука. Ох ты, бля, жопа какая. Ты где, говорит? Да нет у меня. Ха, вообще нету. Монтажный инструмент нашелся. А? Так, я достал монтажный инструмент. Это хорошо. Попадешься, будет худо. Да не переживай, че ты за меня переживаешь так? Тут ничего полезного. Я знаю, что ты здесь. Так, пожалуйста, на здоровье знай. Я тебе даже больше скажу. Вот он я, слышишь? Дружбан. Че ты там? Странный какой-то, сука. Отдай мне свою погремушку. Ну-ка, сайсы кинуть. Не, нифига, надо же. Выжил, падла. На него почему-то не реагирует. На он, типа, свой, поэтому. И? Как нету? У меня же монтажный инструмент был. Да что за жопа, блин, а? Сука, а точно нельзя никак это? Не, нельзя. Загадка, а я пойду телепортироваться должен. А почему-то нет. Жопа, блин, а где это может быть, а? А, это первый этаж. Мы тут были. А, ну, собственно говоря, я же по первому этажу тогда и прошел. Я и прошел тогда по первому этажу. Но монтажного инструмента так и не нашел. А ведь он тут где-то был, правильно? Тут же был. Это что-то они экспериментируют, что ли, просто ее разбирают, собирают? Так, что ли, получается? Или как? Непонятно. Хм, или это для того, чтобы как снаряды использовать. Пойдем низко. Что тут, интересно, есть? Сейчас узнаем. Может, тут ничего интересного и нету? Наверное, какие-то дорогие сорта вин, я думаю, здесь. Или это вот это вещество здесь? Как оно называется? Ворвани, да? Может, это ворвани это все или нет? Хер пойми, на самом деле. А что мне вот это место может дать? Ничего не может дать. Это вообще ничего полезного. Ничего полезного, честно. Вообще ничего полезного. Или вот... Подожди. Ну-ка, а там дырка есть? Может, туда можно через это влезть и внутрь проникнуть, а? Если у меня монтажных инструментов нету. Сука, не видно ничего. Бля, не вижу. Вообще не вижу. Возможно ли такое, что тут есть отверстие, я могу по нему проникнуть и внутрь, и вот куда-то туда? Ну, теоретически, да, но, может, и нет. Хм, а если попробовать? Нифига себе. Он, сука, даже пули мои ломает. Офигеть. Хм, интересно, а если... Если вот так вот сюда, что тут будет? Слушай, это интересно. Бля! Бамбуча, сука, винегрет. Что за говно? Как же таки умудрился упасть-то, а? Во! Это нам что-то даёт? Ммм, непонятно. А я был в этой местности, нет? Не пойму, ребят. Вроде и не был. А может и был. По-моему, был, сука. Я же отсюда пришёл, да? Грёбаный насос. Где же монтажный инструмент взять, а? Пожди, я себе вот это активирую. И чё? А, кто-то пришли, сука. Хорошо. А чё, типа, чё дальше-то это? Всё, что ли? Да, получается, всё. А если ещё разок? Да, смотри, слушай, пофармить со мной. Иди сюда, сука. Ну, у них даже кошельков нету, да? Они бичи. Не-не-не, эти не катят вообще. Нафиг они нужны. Реально бичи. То есть, можно вызывать, вызывать. Они будут приходить, я их буду убивать. А какой в этом смысл? Ну, это как бы не на меня, конечно, было рассчитано, а на местных этих стражников. Хмм, ладно, думаем дальше. Подожди. Да ладно. Да ладно! Да ладно! Ох, ни хера себе, сука! А я-то думаю, бля, как проникнуть? Чё, как? А оно-то, бля, элементарно, сука! Только я ни хера догадаться не мог. Ну, мне можно, я раб. В общем, как обычно. Так. Подожди, так где-то здесь должен... Доктор Соколов должен... Или не доктор, кто он там, обитатель. Посмотрим, что выйдем, если я его ещё разок проучу. Что, тоже давно не горел, что ли? Я не понял. Вот так вот, да. Так, эти готовы. Я с них ещё и поймёл, как говорится. И с них поймёл, и их поймёл. Что ещё тут интересного может быть? Ничего тут больше интересного нету. Какие-то подземелья несчастные. Так. А это чё за труп? Я тебя убивал, разве слышишь ты? А, да. Ну, будем считать, что это был несчастный случай. Итак, мы идём дальше. Тут всё вроде спокойно. Относительно спокойно. Это лифт. Угу. На лифте мы приедем на первый этаж. Я помню этот лифт. Только мы его снизу видели, его днище. Ой, хорошо, блин. Классно, слушай. Болтов столько. Добыча китового жира. Да пошла он в жопу. А, пустой бак. А здесь можно заполнить, да? Хера себе технология. Вообще нормально. Структура, сек дуры. Да, всё-таки Соколов не такой уж и дурак, как пытается его Пьеро показать. Ну, точно, он не говорит, что он изучение пандусской большой крысы. Отрывок лабораторных записей, сделанных Антовым Соколовым. Невероятные размеры не являются самой интересной особенностью этого грызуна. Хотя именно они привлекают внимание коллег, жаждущих взглянуть на мой трофей из пандусии. Наблюдения показывают, что разум этой крысы более развит, чем у ее кузин, привыкших к гристольскому климату. Я даже дважды за ночь замечал, что хитрый зверь свободно гуляет по комнатам. Надо придумать клетку понадежнее. Увлекательное, но совершенно пустое занятие, надо сказать. Что касается питания, то большая пандусийская крыса не отличается разборчивостью. Она с одинаковым аппетитом пожирает и более мелких крыс, и кошек, и даже плоть умершей от чумы женщины, которую нашли в Ранхевене. Надо бы довести эти исследования до конца. Это вот эти, это и есть вот эти пандусийские крысы, которые вокруг, ну все. Во, эмбрион крысы. Ага. А где он тут, сука? А, вот он. Нормальный такой этот, покемон, сука, так их называют вроде, сейчас, да? Которых модно везде искать. Так, это я заберу. А где Антонио живет, Соколов? Надо бы найти его. Он где-то, наверное, скорее всего вот здесь вот, в этом парнике. Травку выращивает. Я не могу, чтобы выставить энергию в формуле 25. Уплываю на формулу 25. Она в сочетании с высокотемпературной терапией принесешь для всех подробностей, как обладает большим потенциалом. Конечно, конечно. Ты поспи, поспи, дружище. Успокойся. Вот и все, мой хороший, мой замечательный Антонио Соколов. Вот ты и попался. По полной, сука, попался. Ага. Отчет лейтенанта Нильса. Вот запрошенный образец эликсира с черного рынка. А, он все-таки просек, что Слэкл Джофф их делает. Полагаю, его готовят на одной из заброшенных винокурен. Эта подделка не имеет ничего общего с вашим эликсиром, не с бальзамом Пьеро. Но обезумевших от отчаяния людей это не останавливает. Мы не смогли опознать ингредиенты. Надеюсь, вам повезет больше. И еще. Несколько стражников признали, что пару раз покупали и принимали этот состав. Все-таки он порядком дешевле. Никто из них не пострадал. Это зелье не защищает от чумы. Но и вреда не наносит. Лейтенант Кристофер Нильс. Второе санитарное отделение. Городская стража Дануола. Хорошо. Понял. Понял. Замечательно. Ты это... Ой, ты мой хороший. Сука, ну и рожа у тебя противная. Ты лежи, лежи, отдыхай. А я пока тут похожу, у тебя немножко похозяйничаю. Тебе-то что до этого, правильно? Ему тогда лампочки. О! Ах ты, ах ты извращенец, сука. Смотри, что он делает. Подопытная 312. Спасибо вам, кто бы вы ни были. Он держал меня в клетке, как животное. Сейчас боль просто ужасная. Я забьюсь в уголок и уйду, когда станет полегче. Да, иди забивайся в уголок, все будет хорошо. Только Соколова не трогай, а мне пока живой нужен. Все нормально с тобой? Ладно. Ладно, что тебе сказать. Антонио! Поехали, все. Нас ждут славные дела с Антонио. Мы будем замечательно себя чувствовать. О, Сэмюэль так рядом. Антонио, может тебя сбросить? Не, шучу, конечно, не стоит. Если я Антонио сброшу, то я провалю миссию. Может какой-то другой будет там дальше этот вариант? Но я не хочу, зачем? Раз уж столько было сил и энергии потрачено, то давай-ка мы по уму все сделаем. Правильно, правильно. Сэмюэль рядом. Чего? Нифига, да? Ладно, лифт не работает. Что делать? Придется без лифта. Придется пешком идти. Сука. Слышали что-то звук? Таинственно, сука. Я, честно говоря, не рассчитывал, что такое говно будет. Мало ли. Вдруг какой-то сейчас будет этот сюрприз. Я, честно говоря, не хотел бы сейчас никаких сюрпризов, потому что в руках у меня вот этот джентльмен. Если сейчас какое-то говно возникнет, мне будет проблемно кидать его. Вдруг расшибется нахер. Ладно, будем надеяться, что никаких сюрпризов не произойдет. По-моему, тут некому просто их делать. Я перебил всех, кого только можно из противников. Теперь мы спокойненько так, неспешно... Сука, я так и знал. Бля. Ох, бля. Соколова, бля, говорит. Он упадет, сука. Там расшибется. На говно развесло, бля. Сука, пидорюга несчастная, бля. Говноед вонючий. Я так и знал, что он плохо кучит, бля. Как бы его не убило, сука. Как бы не убило. А в итоге сам еще и... И нагнул его. Да, сука, так тебе и надо, бля. Ты не хороший. Ты это заслужил сполна. Ты просто являешься носителем важной информации. Поэтому я теперь должен оберегать тебя больше, чем себя, блин. Для чего, сука, жить несправедливо. Ну, 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 не, сука, гомосеки. Я их просто сразу не заметил. Тоня, ты полежи немножко. Не с всех лежит, сука. Такой забавный. Бородач, сука. Ну, все. Да ладно. Пиздос Иваныч. Пошли в жопу от меня. Другое дело. Так, ладно. Антонио, пойдем. Чуть-чуть осталось. Буквально чуть-чуть. А, это... Я думаю, они-то храпеть не могут. Это он храпит. Такой вообще бомер, отвечаю. Вообще пофиг на все. Лежит, храпит. Люди вокруг погибли, короче. Не знаю. Все произошло. Что только могло. Плохое. А, ему насрать. Лежит, храпит. Ну и правильно, как бы. Чувак, чё. Здоровый сон. Здоровый сон. Он отлично себя чувствует. Хм. Сюрпризом будет, когда он проснется, сука. Сам королевский лекарь. Вы хорошо поработали. Спускайте его сюда. И мы отчелим. Да. Вернуть... Надо вернуть Соколова. Поехали. Королевский лекарь. Великолепно, да. Лежит. Классно. Они приготовили для Соколова клетку. В старом... В старой псарне. Скандалы и все прочее. Вот ужас-то будет, когда он проснется. Говорят, он бывал в местах и похуже. Да, все бывали. Если уж на то пошло. Да. Соколов. Не повезло тебе. Слишком большим мудаком ты был. На своей должности. Так что, теперь немножко поживешь, как положено. Такому человеку. Отлично, Корва. Отлично. Лучшего нельзя было ожидать и от десятка. Сведения Соколова позволяют нам нанести удар по самому лорду Регенту, а в результате вернуть себе прежнюю жизнь. Скоро мы перестанем прятаться. Королевский лекарь. Умнейший человек. Но защищать лорда Регента было с его стороны крайне глупо. Соколов создал эликсир. Нашу державу великой. А теперь он расплачивается за то... Ну да, действительно. Спасибо тебе. Благодарю. Если хочешь дремлют, сейчас самое время. Я с удовольствием отдохнул. А знаете, что я вам скажу? Почему-то мне так вдруг показалось. Я этому адмиралу не верю. Что-то тут не так, ребята. Может, сука, просто у меня паранойя. Но что-то я этому не верю. Что-то тут не так. Ладно, разберемся. Давайте отдохнем. Корво, проснись. У тебя было такое смешное лицо, когда ты спал. Я решила поднимать в твоей комнате, пока Калиста купается. Калиста велела бежать сюда, если... Случится. Можешь приходить сюда, когда хочешь. Калиста придет за мной, когда искупается. Спасибо, Корво. Теперь мне гораздо лучше. Молодец, девочка. Жилище Корво. Допросить Соколова. Итак, леди и джентльмены, другие подруги. Сегодня мы замечательно провели время. Погуляли по городу. Нагнули дюжину стражников. Точнее, больше сорока человек. Ну, как-то оно так случайно получилось. Да. Научились вызывать стаю крыс. И, кроме этого, доставили великолепного, великого, неповторимого лекаря Антонио Соколова в нашу скромную обитель. Да, именно так. Если вам нравится вместе со мной спасать империю и потихонечку, суга, так крысить душевно, то ставьте лайки, чушите яйки, друзья мои. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Да.